За изнасилового ты сейчас сам говоришь, пример тебе. Вот Александр Реминяненко. За что он сидел? За изнасиловый. За что он сидел? Друзья, всем привет, меня зовут Ярослав Степанов и сегодня мы поговорим про бой, в раскрутке которого принимают участие такие далекие от нас с вами термины, как хозбандит, цирики, прессовщики и еще некоторые понятия, связанные с местами не столь отдаленными. Тут Вагаб Вагабов объяснит, за что от него досталось Вячеславу Дацику, отсидевшему в разных специфических учреждениях суммарно более 10 лет и чем не хорошим, по версии Вагаба, он там отметился, что теперь между ними заочно появилось что-то личное. Будет необычно. У тебя сейчас с боем что-то непонятное, но ты очень активно ищешь себе соперника, расскажи, есть ли в этом какие-то подвижки? Приветствую, ну, как видишь, приходится уже искать соперника. По поводу боя, скажем так, по защите пояса, скорее всего, это будет конец февраля. До этого мероприятия, там, есть еще два турнира у АМС Fight Night, хотели провести бой по боксу уже с Дациком, да, разговоры шли, я услышал, что было интересно, и так, ну, как бы залез в эту битву, да, и словесную. Не знаю, сейчас вот жду ответа, должны сказать, если будет бой по боксу, подержусь там тоже, с радостью, и уже буду ждать боя защиты титула. Вот, как казалось бы, что с Дациком уже практически такой вопрос решенный, а насколько вот тебе казалось, что все уже, как бы, осталось так, формальности у Али? Немножко там сливается парень, сливается, драться не хочет. Я-то изначально хотел с ним вот так пообщаться, да, вообще, мы к ним вопросы были, вопросы-ответ, дальше спортивный интерес только, да. Но они там отказались от пресс-конференции, от встреч там и так далее, да, ну, таких массовых, не знаю, так-то. На улице, может, случайно встречу, ну, в любом случае переговорим. И, ну, у меня остался вот спортивный вопрос, хочу реально, если выскочить по боксу, хотя бы по боксу напихать ему, как я и говорил, что за что, там уже все объясню, поясню. Ты начал у себя на страничке как раз объяснять, почему ты бы хотел с ним встретиться, это вот история, там, с хозбандитом, еще что-то, вот такие тюремные штуки. Дацик у себя на странице отвечал людям, которые вот ему как раз писали, ну, я так понимаю, в том числе и тебе, по поводу хозбандита, я не знаю, видел ли ты ответы? Я, ну, да, видел, видел ответы, ну, как мне, он там написал, что якобы получил сообщение в личку с левых аккаунтов, да. И делал это сообщение, ну, пост, ну, он вот так там отнекался, просто я не хочу вспоминать это. Ну, как ты, ну, конечно, не хочешь это вспоминать, любой человек, который не хочет признать свои ошибки, не хотел бы это вспоминать. А у меня к нему надо будет обратная сторона, я хочу, чтобы он это вспомнил, признал и извинился, то, что он сделал, чтобы это было уроком для таких, как он, которые сидят там и ведут себя вот так, да, неправильно. Я просто всего не скажу сейчас, я же говорю, мне вот так бы с ним поговорить, там можно это все на камеру сделать, кому интересно. Это не какой-то бычара там, то есть, просто в тупую, на свою физику рассчитывая это все, ему предъявлять. Я бы сел бы аккуратно, он бы все рассказал. Просто, да, время такое, что на улице придешь к нему, это там, скажешь, там, или как-то дашь ему по башке, там, ну, на это придется отвечать же с другой стороны, да. Поэтому хотел это как-то в этом формате сделать, чтобы уроком для тех, кто там еще сидит, для тех же баллондеров, которые там работают на администрацию, также ломают арестантов, чтобы они просто за голову взялись немножко, да, и оставили это все, ради УДО, ради, там, побыстрее освободиться, там, на пару месяцев, ну, реально вот так, чтобы на полгода быстрее освободиться, чтобы себе поощрение получить по бумагам, люди вот такие вещи делают грязные. Просто так, если взять историю, да, Цикану, которую мы все знаем, он вроде бы отсидел прям очень много лет, и вот в том же посте тоже объяснял, что как бы не было, я так понимаю, ее там, какой-то работы с администрацией, а там, если люди сидели по статьям, я так понимаю, там, наркоторговцы или насильники, то, как бы, может быть, к ним он что-то применял такое, к остальным людям нет, но, как я понял, я просто вообще в этой тематике. Да, об этом тоже читал я, по поводу этих, так скажем, насильников, наркоманов, да, я все понимаем, что я тоже не поддерживаю их всех, да, тоже для меня такие же марази, да, но это они, как сказать, ну, их, он, 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 кто такой, чтобы там с них это спрашивать, он, ну, блатной он там, кто он, у него, я знаю, какая была, там своя ячейка такая была, такая созданная в Хатте, это, он сидел не один раз, ну, ты сам сказал, по-моему, 10 или больше лет он, ну, в общем, 5-6 ходок у него, да, на Централе у него была одна жизнь, в Крестах на СИЗО, например, в этом, в Питере, там одна жизнь была, это отдельная история, в Красноярске, откуда он освободился крайний раз, по-моему, это уже ЕК, это была, там другая жизнь была, в СИЗО они создавали, например, свои, свои, там, свою, ну, там, там в Хате живешь, там на улицу не уходишь, в камеры, там ты просто такой, ячейка группировка создаешь, тебе в хату заводят людей, и там ты их ломаешь, по приказам опять чьим-то, да, ЕК, там надо было ему по-другому двигаться, ну, просто, если чего-то не было, это же можно сказать, да, этого не было, пацаны, не было, это просто, да, вот здесь слух, ну, вот это я сделал, да, там, кому-то дал, да, там, мне сказали, повесили, он там такой-сякой, побей его, поломай, ну, признаюсь, извинись, в чем проблема, вот, вот весь вопрос. Вот еще, знаешь, не кажется тебе, что вот это вот тянуть тюремную именно историю, чуть, как сказать, неправильно, что ли, ну, такой пример очень, такой, не очень хороший, в плане, вот, знаешь, были же всякие времена типа АУЕ подростки, там, и все остальное, когда даже дети, там, начинали копировать всю блатную романтику. Я это всегда считал такими, ну, дурачками, да, посредственными, которые идут, ну, как один баран замочал, и все за ним, я, ну, я, ну, вообще не об этом, не об этой блатной романтике. Я к чему говорю, что это для нас, это, конечно, не нужно, это тем понимать, мы на воле находимся, мы вольные люди. Там, кто люди находятся, это для них, им тяжело. И сейчас тяжело тем, например, кто слабее, там, да, кто слабее, кого ломает, учимляет, притесняет, там, не о том, что он, там, закон нарушил, да, о том, что он просто слабее, там, и где-то, ну, заизнасилован, вот ты сейчас сам говоришь, пример тебе. Вот Александр Румилянник, за что он сидел? Заизнасилован. Кто ему хоть слово там сказал, просто, там, слово, может, сказали, ну, он всем откачал, там, как надо, как я знаю, если я что-то не знаю, пусть там, ну, кто-то расскажет. Кто ему скажет, какой датчик ему скажет в тюрьме, ты насиловал кого-то, это кто как качнет, да, ну, так, вот такая там жизнь. То же самое наркоманы, там, я знаю людей, которые 228, пятая часть, да, это сбыт наркотиков в особо крупном размере. Они за положением смотрят, там, смотрящих моют, ну, чё вы это, кому рассказывать, да. Поэтому, да, потому что датчик, там, такой, по справедливости он это делал, я уверен, что это не так. Да, я имею в виду, даже, знаешь, как сказать, популяризировать эту историю, то есть, я так понимаю, ты просто хочешь, чтобы, там, через вот этот пример, как-то помочь людям, которые находятся в местах не столь отдаленных, типа, чтобы такого меньше было внутри, или что? Да, да, чтобы, вот, легче было вот этим ребятам, я просто мысль не договорил, кто, кого, кого притесняли, это там. Ну, по выходу вот этим хозникам, вот этим, кто работает, там, вот эти, вытворяют эти проделки, и по выходу им, некоторым бывает здесь сложнее. Просто это, когда-то, что я как-то в свет вывел историю, ну, по моему личному этому, этот момент, поэтому об этом узнали. А есть многие ситуации, когда они выходят, их встречают тоже по такому, да, ну, грубому стилю, да, чтобы этого тоже не было. А чем они себе там врагов наживают? Не все, конечно, кто-то уходит, забывает это все, или хотят забыть, да, как вот, мы знаем, да, не хотят вспомнить историю. Это тоже неправильно. Ты уже там натворил, наломал дров там, и у них дети есть, и жены есть, и матеря, и сестры, и отцы, там, ну, у тебя, что ли, одного там сейчас с ребенком пофоткалась, такой хороший стал, ну, вот это все, да? Вот если еще к боям перейти, кажется, выглядел, ну, более-менее логичным твой бой с Владимиром Минеевым, ну, как объединение поясов, там, 84, я так понимаю, ты тоже готов спускаться, или там, в промежуточном весе, вот насколько это тебе интересно было? 84 я спущусь, это уже не будет объединение поясов, это будет бой за титул 84. Да, да, само собой. Объединение мы должны договориться, там, грубо говоря, 90 килограмм, да, например, мы у нас мнением вес, разница, 2 или 3 килограмма, так, если, не, после... Да, мы с ним раз, два, три в жизни общались, так, перекидывались словами, так, близко не дружим, ну, так, общаемся, мы увидимся, переговариваем, да, ну, там, у него бывает около 100, у меня 103, 102, там, ну, так и вот. Вес, вес сделать не проблема, и так же в 93, в 93 даже ему надо гонять, да, это, если он захочет подраться за мой пояс, это можно объединить, это вот, ну, вопрос организаторам уже, это уже Камил Мурадов, ой, Камил Гаджиева, Амир Мурадов, и смесь, да, и смесь. А тебе самому неинтересно было? И смесь Fight Night. И идейно? Конечно, интересно, как неинтересно. Ну, то, что мы диня, сам бой, да, ну, мы два представителя до ударной техники, у нас большая история в любительском, он там в кике-ка один выступал, много чего выиграл. Ну, конечно, интересно. Сам хотел бы, просто там сейчас такая уже пошла конкуренция, там, ну, желающих, не конкуренция, желающих, да, и все там, ну, друзья мои, грубо говоря, да. Артур или Блада? Артур, в первую очередь, да, мой брат, да, там, Шаров были, там, ну, лысый хищник, там, тоже хочешь, что-то там замутить. А, реванш, да, еще? Да, поэтому, я думаю, ну, на меня так смотрят, как в плане спорта, да, может, интересно, но в плане медики, там уже впереди меня первые два-три-четыре места как бы заняты, я думаю. На их взгляд, да, на Камилу и Амира, ну, не знаю, мое мнение. А ты не рассматривал вариант, но я не знаю, вообще, насколько тебе это было бы интересно, типа до февраля, вот если бой будет в конце февраля в файт-найт, в кулачки подраться? Кулаки, ну, не знаю, кто там захочется мне подраться, я, ну, не знаю, так сказать. Ты с ними переговоры, в общем, не вел, да? То ли? Нет, я бываю там как гость, мы так общаемся, дружим, да, бываем. По поводу моего боя нет. Ну, там я сейчас открылся запускательный хардкор-боксинг. Там, не знаю, может быть, там, я с ребятами стал предлагать, дали варианты, там, о гонорарах, значит, разговариваю, там, о соперниках, там, ребята-боксеры у них есть, мастера спорта тоже, там, разные фамилии сейчас, что называть. Так, вот, скользко, да, скользко переговорили, обсудили, там, я просто услышал, какие гонорары, там, кто есть, там, желающих в тяжелом весе, и все. В боксе, может быть, по кулачке, не знаю, это, кулачка, это такая отдельная история. А в боксе фамилии называли из тех ребят, которые сейчас выступают в тяжах на голых кулаках в хардкоре? Типа, Недашковский? Они там же, да, в этот вечер дрались как раз Недашковский со Слашининым, они дрались, да, они оба посеклись, разбились, поэтому их сразу, ну, убрали из этих переговоров. Там Костя Ерохин, там Дмитрий Кудряшов, ну, ребята, которые бывают на хардкоре, боксеры, и там. Интересно. Да, оба мастера спорта тоже, оба такие, ну, звезды бокса, да, скажем. Константин Ерохин, бывший боец ЮСИИ, Кудряшов, боксер. С Костей мы тренировались давно, вместе, вот, санба-70 еще. А, да, он что, Елесин, да? Елесин Николан Анатольевич, это наш первый тренинг, Камила Гаджи, его тренинг как раз, мы все начинали оттуда. Видео для вас подготовил Ярослав Степанов, а еще больше моих роликов можно найти на канале Спорт24. Рекомендую подписаться везде, чтобы точно ничего не пропустить. Всем счастливо! Александр Емельяненко закончил тренировку свою. Вот, у них был конфликт такой с Артуром Гусейновым. И Артур Гусейнов говорил, что в Москве сейчас Александр ищут дагестанцы, потому что, ну, приняли его оскорбление Артура, как бы на общий счет. Вот ты, как человек из Дагестана, принял ли ты оскорбление на свой счет? Никогда в жизни. Я думаю, Александр не дурочок, чтобы оскорблять весь народ. Он сам в гостях боя часто у нас. Какой-то личный момент, я всего не слышал, я вот так. Я это сам даже, ну, не заходил, не смотрел, именно в чем суть. Там за живот, что-то был разговор, ну, за типа, заплывший живот, там, он ему, тот ему и все. Я вот это слышал, вот так. Он просто назвал его дагестанской свиньей, Александр Артуром. Это свинья дагестанская. Ну, я не слышал. Ну, я имею в виду, это как бы личное было, то есть, такое. Оскорбление? Да, конечно, личное, ну, не знаю, или он погорячился, или это личное оскорбление, я считаю. А так один раз, ну, как я не рассказал, кстати, Камил Гаджиев, очень такую фразу, года два-три назад интервью я смотрел его, про вот эти, про вот эти конфликты, да, в интернете, что, пацаны, ну, смысл такой, типа, особо не реагируют на это, тем более в таком массовом формате, да. Конфликт в интернете это фейк, а не конфликт, ну, и вот, да, по этому словам я так, они запомнились хорошо. Конфликт, это когда человек в лицо говорит ему то, что думает, а то, что происходит там, это фейк. Ну, я бы так же ответил на это, да, я с ним согласен, и я думаю, это так, или то, что в интернете на это там реагируют якобы всем народом, но это, за это отвечать, это, ну, фейк, в общем.